Теперь внимание, господа, 200 метров брасом Юлия Ефимова в своей традиционной розовой шапочке плывет по дорожке номер 2. У нее лучшее заявочное время. Ну, это время, естественно, связано с ее триумфальными выступлениями на чемпионате Европы в Глазго, где она три золота взяла подряд, и с соперником. По дальней дорожке мы видим Кэти Мелли. Это та девушка, которая была бронзовым призером чемпионата мира в Пудапеште на 100 метров брасом. И она же была бронзовым призером на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, тоже на 100 метровке прасом. На 200 метровке Кэти Мелли менее известна, но, тем не менее, она тоже опасный соперник, и мы в данный момент наблюдаем, как Юлия Ефимова пока проигрывает. Хотя, я думаю, что все уже прекрасно помнят о том, что у Юлии Ефимовой очень красиво складывается вторая половина. Хотя мы также помним, что в национальном чемпионате, который проходил месяц назад, у Юлии Ефимовой как раз эта вторая половина не сложилась, по причине того, что у Юлии, во-первых, буквально за некоторое время до старта была небольшая хвора, но и, соответственно, не успела восстановиться, немножко была сбита подготовка. Юля сама говорила, что вышла она на чемпионат не в лучшей форме. Это, собственно, и вообще тот день, в который проходил заплыв на 200 метров брасом, у Юлии получалось не все, так скажем. В итоге она финишировала третья, проиграв сразу и Жене Чекуновой, и Машу Темниковой. Но впоследствии мы узнали о том, что Женя Чекунова отказывается от выступления за первую основную сборную, он сконцентрировался на юниорских достижениях Казанского чемпионата. Ну, а Юлия Ефимова будет в составе, будет плыть, ну и в какой-то степени, в какой-то степени мы не могу сказать, что порадовались, потому что у нас получается, что почти взаимозаменяемый состав, потому что там из-за Юлии Ефимова были довольно плотненькие еще результаты. Но всем было понятно, что Юлия Ефимова подошла к чемпионату не в лучшей форме, и на чемпионате мира в Южной Корее она будет гораздо-гораздо интереснее и лучше смотреться. Ну и сейчас мы видим, что серьезных соперников вот в этой тройке, а я не представил еще Молли Хенниса Соединенных Штатов Америки и Венгерку Эстер Бекеши, но мы видим, что здесь по большому счету борьбы никакой не было. Первая стометровка, да, Кэти Мелли была хороша, но завтра будет стометровка, завтра будем ждать от Кэти Мелли какой-то борьбы с Ефимовой. А результат 2.22.52 это быстрее, чем на чемпионате страны, чем Ефимова подтверждает, что да, в тот день у нее все...